Здравствуйте! Отношения со свекровью и тёщей давно стали притчей во языцах. Почему с ними порой так трудно найти общий язык? И возможно ли это вообще сделать и как? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает семейный консультант Лилия Дерябкина. Лилия, рада вас приветствовать. Здравствуйте! Здравствуйте, Юля! Итак, отношения с тёщей, отношения со свекровью. В чём причины конфликтов? Да, говоря о конфликтов, конечно, мы обязательно должны касаться и этой стороны взаимоотношений. Потому что, пожалуй, сегодня очень мало семей, которых эта проблема бы не коснулась. И, наверное, недаром многие зитья сегодня готовы согласиться с выражением, сказанным однажды в фильме «Берегись автомобиля» – «надо жениться на сироте». То есть именно почему иногда рождаются такие мысли? Потому что возникают, казалось бы, между людьми разных поколений, наоборот, должно бы быть понимание. У одних есть уже богатый опыт за плечами. Но всё-таки вот эти конфликты возникают, проблемы. И изучая этот вопрос, можно выявить три таких, наверное, основных. Ну, две основные, и одну я бы тоже хотела назвать причину, почему возникают эти конфликтные ситуации. Прежде всего, первое – это ревность. Когда одного и того же человека любят сразу два, ну, две мамы, например, два папы. И поэтому здесь, хотя они любят по-разному, каждый по-своему любит, например, мама любит сына по-своему, жена будет любить его по-своему. Но возникает вот эта вот ревность, почему моего, например, сына должна любить ещё какая-то женщина. И почему он должен делить свою любовь, которую давал, может быть, раньше только ей, а теперь отдавать другой женщине. Особенно ярко это проявляется в тех семьях, где мамы воспитывали, мамы-одиночки воспитывали сына сами. Они настолько привыкли к своему ребёнку, что считают его своей собственностью, на которую никто не имеет права покушаться. И при этом забывают, что сын вырос, и он пришёл к тому моменту, когда ему давно пора создавать свою семью, быть любимым и тоже дарить эту любовь. Но из-за вот таких отношений очень часто это мешает построению уже среди молодых, хороших и тёплых. Это происходит даже в том случае, если мама ждала, когда сын наконец-то женится, она поздравляла их на свадьбе, а потом уже начинается жизнь молодой семьи, и начинаются конфликты. И как ни странно, вы знаете, есть даже несколько ситуаций, когда мама сама находила невесту своему сыну, и была очень рада, что именно выбор сына упал на ту избранницу, которую она уже выбрала. Но при этом через несколько месяцев совместной жизни она же пыталась разрушить этот брак. То есть даже вот такие происходят явления. Следующая, вторая причина – это столкновение двух поколений, два разных поколения, которые привыкли к тому стилю и образу жизни, который прожили они. И поэтому, конечно, здесь чаще причиной вот этих столкновений становится старшее поколение. Они считают себя уже наделённым определённым жизненным опытом, и они считают, что молодые ещё этого опыта не имеют, им нужно чаще советовать, как жить, как поступать в той или иной ситуации. Они очень часто вмешиваются в жизнь вот этой молодой семьи, соответственно, что не всегда устраивает молодую семью. Они хотят строить сами свои отношения, считают иногда, что уже взгляды, может быть, старшего поколения, они устарели. Им хочется жить как-то по-своему. Получается, что провоцируют конфликт в данном случае всё-таки старшие. Да, в данной ситуации, да. Свекровь, например. Свекровь, тёщая. Они именно являются провокацией. Да, да. И третья, она хотя очень незначительна, но тем не менее во многих ситуациях она тоже наблюдается. Это предубеждение. То есть, когда у человека складывается определённый стереотип, кто такая тёща, кто такая свекровь. Но чаще всего вот это всё к нам прилипает, может быть, от опытов других людей, когда мы видим, что у кого-то не сложилось, и мы это сразу натягиваем на себя. Вдруг и у нас это получится. Ну и из народного фольклора. То есть, мы очень много читаем различных баек, анекдотов о тех отношениях, как складываются между зятем и тёщей, свекровью и невесткой. И это тоже каким-то образом влияет. А вот почему конфликты всё-таки возникают с женской половиной старшего поколения? У зятя именно не с тестем, а именно с тёщей, у невестки со свекровью. Да, вот здесь тоже очень интересно, потому что именно женщины, они более эмоциональны. Что взять старшее поколение, что взять молодое поколение. И поэтому, естественно, когда маме кажется, что её сын теперь не так питается, как это было в её доме, о нём не так заботится, может быть, он не настолько ухоженный, по крайней мере, это ей кажется всё время, что его не так любят, как это бы сделала она. И вот на фоне вот этих всех переживаний, которые она себе сама как бы навеивает, она пытается решить эту проблему и пытается подсказать это, может быть, молодой жене. Но, естественно, часто, когда она не видит отклика со стороны молодой женщины, а может быть, она тоже очень эмоционально это воспринимает, почему вы влазите в нашу семью, в наши отношения. Соответственно, ответом тоже будет эмоционально. Ах, да вы ничего не понимаете, да как ты вообще ведёшь себя с моим сыном. Ну и, соответственно, у женщин вот эта перепалка, она куда гораздо быстрее происходит. Ну и тут, может быть, ещё у них более сильная привязанность у матерей к их детям эмоционально, нежели это, может быть, у мужчин, у пап. И поэтому у них это более ярко проистекает. И очень часто вот эти недопонимания диалоги происходят именно между женской половиной. Как же решить проблему? Как, во-первых, не допустить конфликт? Мы, наверное, вначале об этом поговорим. А потом уже о том, как себя вести, если конфликт уже назрел. Итак, во-первых, профилактика конфликта. Что нужно делать для этого? Ну, конечно же. Прежде всего, нужно избавиться от предубеждений, которые, возможно, мы уже насадились в своём сознании. Это самое главное. Потому что, когда мы имеем какие-то предубеждения, мы не можем у человека увидеть то, что он есть на самом деле. Обязательно это будет как-то подсознательно влиять на это. И следующее. Я хотела бы обратиться, конечно, к старшему поколению, чтобы они вспомнили о том, что они ведь тоже однажды были молодыми. И они тоже были невестками. Им тоже нужно было строить свои отношения со своей свекровью. И, может быть, возможно, многие из них тоже переживали определённые трудности, пока эти взаимоотношения складывались. У всех они по-разному складываются. И поэтому сегодня, когда она поменялась ролью, она теперь стала свекровью, как бы хотелось, чтобы она бы не повторяла то, что пережила она, теперь уже с невесткой своего сына. И поэтому, учитывая вот этот опыт, хотелось бы просто, чтобы чаще помнили об этом, чтобы не повторять того, что пережила она. Но ведь я думаю, когда, допустим, свекровь или тёща провоцирует конфликт, вмешивается, излишне давит, требует чего-то, вряд ли она понимает, что это неправильно. Она-то считает, что она права, что она желает добра детям, как это так, а её не слушают. Ну да, но здесь, я думаю, что молодая женщина всегда может напомнить о том, что, сказав, обратившись к ней, может быть, проконтролируя свои эмоции, чтобы это не было так слишком бурно, просто ей напомнить о том, что, мама, ну ведь вы тоже когда-то были в моей роли, вы же тоже не всё сразу умели, у вас не всё сразу получалось, вы тоже чему-то учились. Научусь и я готовить, любить, ухаживать за своим мужем. Всему своё время. То есть иногда нужно, чтобы как-то отрезвить человека, поставить её на место, ну просто сделать это, в каком духе я это делаю. Может быть, даже стоит попросить у своей свекрови совета, или научи меня пироги печь. Да, и, кстати, это очень хорошо срабатывает. Я не умею делать там какие-то на зиму соления. Да, научи меня, мам, даже если ты умеешь. Ну сделай вид, что ты чего-то не знаешь. Может быть, это поможет. Это очень нравится, когда время от времени, ведь есть такие вещи, с которыми действительно ничего не убудет и не прибудет. Если я просто подойду и спрошу совета, или скажу, научите меня, как это делать. Потому что вот быт и вот эти жизненные наши различные позиции, иногда у старшего поколения есть, что перенять нам, чему научиться. Вопрос, конечно, я бы сказала, держать свою семью как крепость, это когда касается взаимоотношений. Вот здесь не нужно посвящать третьих лиц. В конфликты, да? Да, вот в эти конфликты. Молодая семья должна научиться разрешать их сама. Потому что если мы начинаем привлекать третье лицо, будь это мама со стороны жены или мужа, обязательно у них будет своя позиция, каждый будет жалеть своего. Поэтому вот в этих вопросах лучше всегда говорить, у нас все хорошо. Лилия, давайте представим такую ситуацию. Допустим, я свекровь. Мой сын женился, мне не очень нравится его избранница. Они живут какое-то время. И я со многим не согласна в их жизни, не согласна, как они тратят деньги. У них появляются дети, я не согласна с тем, какими методами они воспитывают детей. Мне кажется, они так портят детей. Вот как мне себя вести? Что мне делать? Ну, здесь прежде нужно учитывать, что пока вы не завоюете, ну, или вот эта персона, да, которая, персонажа, о которой мы говорим, пока она не завоюет доверие своих детей, она никак не сможет влиять. И поэтому прежде, чем помочь этой семье все-таки, я думаю, что была бы огромная ошибка ставить задачи, чтобы разрушить эту семью. Это был выбор сына. И вот с этим нужно такой свекрови смириться. Просто согласиться. Он выбрал. Это его выбор. И теперь, что я могу сделать со своей стороны, чтобы помочь этой семье? И тогда, когда мы согласимся с выбором, нам легче тогда уже более трезво взглянуть на эту ситуацию со стороны. Может быть, в каких-то моментах мы действительно предвзято слишком относимся. Хотя, возможно, что вот эти чувства, то, что мы испытывали, это не его как бы выбор должен был бы быть. Они могли быть и оправданными. То есть даже если мы правы, даже если человек не очень правы, то наша задача не разбить, а помочь. Но для этого нужно завивать доверие этой семье. И поэтому, когда мы не придем, и будем все время указывать, это не так, и вот это ты делаешь неправильно, и вот здесь ты воспитываешь не так, и деньги вы тратите совершенно неверно. И мы вам не будем помогать, потому что вы не так все это ведете. Они должны, дети, понимать, что мы не приходим и пытаемся править вот этой молодой семьей, но они могут рассчитывать на нашу помощь. То есть мы приходим и говорим, если у вас что-то не получается, если вам нужен совет, если вам нужна помощь, пожалуйста, вы всегда можете рассчитывать на нас. Вот эта позиция обязательно приведет к тому, что однажды они осознают, что иногда нужен опыт другого человека, чтобы справиться с этой проблемой. И они придут. И они обязательно... Нужно ли полюбить нового члена семьи? Вот должна ли я свою невестку, и это новый член нашей большой общей семьи, полюбить ее? Тем более, если очень трудно. Насколько возможно, это трудно. И вполне возможно, что не всегда можно невестку полюбить так, как дочь, как сына. Здесь все зависит от того, как будут складываться отношения, как будет вести себя вот эта молодая женщина. Тоже очень во многом зависит. И, возможно, вначале нам кажется, что я, наверное, никогда не смогу полюбить этого человека. Но по тому, как будут развиваться отношения, очень часто меняется. Я слышала много историй о том, что когда отношения, например, свекрови с невесткой не складывались вначале, но свекровь проявляла очень много такта, терпения, любви. Она всегда вставала на сторону невестки, как будто это она была ее дочерью в первую очередь. И в итоге бывали даже такие ситуации, когда разводятся они, сын уходит, например, в другую семью, а невестка со свекровью все равно продолжает поддерживать дружеские, хорошие отношения, потому что они уже стали подругами. Знаете, у меня у самой очень хороший пример вот этих отношений свекрови и невестки. Дело в том, что мой папа, это был единственный сын у своей мамы, и поэтому, когда случилась беда, он заболел неизлечимой болезнью, и когда он находился, ну, уже практически был при смерти, он попросил, чтобы мама позаботилась о его молодой еще жене, которую он практически оставлял, и о детях, то есть мы уже были, я, брат уже был. И поэтому, как бы, его мама дала это обещание. Вы знаете, вот я на протяжении всего своего детства и юности я помню вот эти взаимоотношения, но прежде всего я с большой буквы и благодарностью смотрю на вот эту женщину-свекровь, которая посвятила свою жизнь вот этой молодой женщине. И моя мама, у нее была бы, возможно, она была молодая, выйти еще замуж, но вот настолько складывались их отношения, что, наверное, она восполняла, вот давала ей ту любовь, что она смогла прожить эту жизнь. Она говорит, меня как-то это, в общем-то, особо не тревожило. Но я видела вот эту модель отношений, как все было красиво представлено, как она всегда защищала ее, как она шла ей навстречу, помогала ей. И в то же время уважение вот моей мамы по отношению к своей свекрови, что в трудные минуты жизни она была с ней, она помогала ей поднять детей и все. Ну, то есть это возможно, это реально. И все это складывается именно тогда, когда мы умеем опять-таки принимать человека. И тогда вот эта любовь, она, конечно, не будет сиюминутной. Она в процессе жизни, отношений, она у нас появляется. Что вы посоветуете детям, молодому поколению, молодым семьям, как себя вести? И, конечно, молодому поколению я бы тоже посоветовала помнить чудесные заповеди, что наше долголетие зависит от почитания наших родителей. Так об этом говорит Библия. И поэтому помните о том, что, создав свою семью, с нас не снимает соответственность за наших родителей. Особенно, когда они уже престарелые, может быть, когда они уже немощные. То есть наш долг остается, и мы должны выполнять его перед нашими родителями. И какими бы они ни были, потому что иногда часто приходится слушать, а что дали мне мои родители? Я сам вырос, я сам построил свою семью, а теперь почему я должен им помогать? Они мне в свое время не помогали. Неважно. Мы не выбираем себе родителей, хорошие они или плохие, любили они нас или не любили. Дело в том, что, даря любовь другому, мы почувствуем себя более счастливыми и полноценными. И прежде всего должны помнить, что когда мы будем отдавать любовь нашим родителям, мы ее сможем ожидать и от наших детей. Ведь они же тоже со стороны наблюдают. И видят пример нашей семьи. Спасибо, Лилия, за участие в нашей передаче. Спасибо за советы. Благодарю вас. Спасибо и вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема этой передачи, заходите на наш сайт, заходите на наши группы в социальных сетях, оставляйте свои отзывы, комментарии, вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин